Я думаю, что все поняли и понимают прекрасно, те, кто хотят понимать, в каких условиях сегодня мы работаем. Насколько мы лишены возможности влиять на ситуацию, оперативно влиять на ситуацию. А те сроки, в которые мы можем на нее влиять, они настолько растянуты, что за это время заканчивается строительство, перепродаются, регистрируются объекты, мы уже слышали, как они регистрировались. И наше влияние на приведение в соответствие или наши требования становятся вообще просто нереализованными. Да даже и рассматривать их уже никто не собирается по прошествии времени. Александр Робертович сейчас достаточно подробно рассказал, насколько это можно рассказать в рамках аппаратного совещания, что нам необходимо и те действия, которые мы собираемся сделать. Мы говорили при проведении децентрализации, что первый этап, когда нам после долгого перерыва вернули полномочия ГАСКО, мы, конечно, тогда обрадовались хоть чему-то, но тогда же мы сказали, что это необходимо продолжать и наращивать. Не останавливаться на, как говорится, на достигнутом. Но этого не произошло пока. Надеемся, что это, может быть, будет дальше развиваться. Но факты и информация, которую мы обладаем, говорит о противоположном. И сегодня хотел бы поднять этот вопрос и на аппаратном совещании сказать о принятом решении. Вы видите, что сейчас в Одессе происходит. По поводу застройки общества, особенно отдельные группы активистов, очень рьяно защищают интересы Одессы. Волнуются. Некоторые из них делают это искренне. Есть группы, которые выполняют определенный чистый заказ других застройщиков, которые борются с конкурентами для того, чтобы приостановить стройки и реализовать свои построенные сотни тысяч метров. Тоже, как они строились, под большим вопросом. И вот это проявление сегодня достигло какой-то своей критической точки. Когда выходят, перекрывают улицы, собирают митинги, требуют вести мораторий на застройку. Вы знаете, если бы меня спросили, вы за мораторий, я бы сказал, конечно, за. Следующий вопрос. А почему вы не вводите мораторий? Ответ очень простой. Потому что мы хотим, мы хотим принимать такие решения, которые будут эффективными и, самое главное, выполнимыми в законодательном поле. А принимать декларативные заявления и объявлять мораторий, которые никак не соответствуют законодательству Украины, это просто посмешить тех людей, которые как строили, так и будут строить. И никакой мораторий Одесского городского совета их не остановит. Потому что обжаловать данные моратории или просто, ну не существует такой формы, юридической. Не существует. Кроме как политической. Кроме как обмануть людей отдельными политиками. По разным причинам. В силу хитрости, подлости, недоумию, непониманию. Продолжение следует.